МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи. Сегодня у нас в гостях Оксана Иванова, заместитель управляющего Рязанского отделения Фонда социального страхования. Здравствуйте! Здравствуйте! В Рязани реализуется немало пилотных проектов. Расскажите о наиболее интересных из них. Действительно, Фондом социального страхования сейчас разрабатывается и реализуется большое количество проектов, направленных на повышение качества обслуживания получателей государственных услуг, услуг, оказываемых Фондом социального страхования. Но это, наверное, естественно в условиях динамично развивающегося социально ориентированного государства. Рязанская область принимает участие в ряде пилотных проектов, уже реализуемых нами, и готовится к вступлению еще в некоторые проекты вот с января следующего года. Давайте расскажем, что уже есть, какие проекты функционируют, и что ждать в будущем? Реализуются такие проекты, как электронный листок нетрогоспособности, электронный талон на бесплатный проезд к месту лечения льготной категории граждан, информирование страхователей, пилотный проект с красивым названием Vision Zero, или концепция нулевого травматизма. Суть вот этого проекта заключается в повышении качества организации профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Ну и, конечно, центральное событие этого года – это пилотный проект «Прямые выплаты», который мы реализуем с июля текущего года. Давайте напомним телезрителям, как вы работаете с листком нетрудоспособности. Вот я сказала про пилотный проект «Электронный листок нетрудоспособности». Действительно, он стартовал в 2017 году. Суть его заключается в том, что медицинские организации, учреждения выдают листочки нетрудоспособности, больничные листы, как мы их называем, не на бумажном носителе, а в электронном виде. Это очень удобно. Это экономит большое количество денежных средств, которые государство вкладывает на изготовление бланков, листков нетрудоспособности. Несмотря на то, что он начал действовать уже два года назад, этот проект, его, так скажем, прорыв пришелся на 2019 год. Увеличилось количество выдаваемых медучреждениями электронных листочков существенно. Например, если в прошлом году от общего количества выданных больничных листов их порядка 350 тысяч было выдано в прошлом году, всего лишь 8% было в электронном виде. И в 2019 году было выдано уже 43% листочков в электронном виде. Это, конечно, тесно связано с пилотным проектом «Прямые выплаты», который, как я уже говорила, начал действовать с июля текущего года. Как показал себя проект «Прямые выплаты»? За прошедшие полгода можно отметить то, что старт этого проекта все же успешный. И здесь важную роль сыграла большая подготовительная работа, которую мы проводили. То, что мы старались информировать население Рязанской области максимально, используя все ресурсы и сети интернет, и региональные СМИ, и проведение большого количества семинаров со страхователями, представителями работодателей, все это обусловило в итоге довольно успешный старт проекта. За истекшее время порядка полутора миллиардов рублей было перечислено Фондом социального страхования напрямую гражданам, получателям пособий. Большую часть из этой суммы составляют пособия по временной нетрудоспособности. Это 52% примерно. 16% – это пособия по беременности и родам. 23% – это пособия по уходу за ребенком до полутора лет. И там 3,5% – единовременные пособия при рождении ребенка. Но вот цифры говорят сами за себя. К сожалению, пособия по беременности и родам, их выплата, оно сократилось. Это связано с снижением рождаемости как в целом по стране, так и в Рязанской области в частности. Хотелось бы добавить еще про электронный листок нетрудоспособности. В марте этого года в Рязанской области выдан юбилейный 8-миллионный больничный лист в электронном виде. Такая статистика ведется в целом по стране. И вот на данный момент, если говорить, уже 17-миллионный электронный листок выдан. И это событие пришлось на республику Саха-Якутия. У вас есть проект «Социальный информационный навигатор» для детей-инвалидов. Расскажите, что это такое и как он должен ему помочь? Это крайне социально ориентированный проект. Он уже действует в ряде субъектов Российской Федерации с 2016 года. И с января 2020 года он будет действовать и на территории Рязанской области. Суть этого проекта заключается даже уже в самом его названии. «Социальный персональный информационный навигатор» это система предварительного уведомления родителей детей-инвалидов. О том, что о праве на обеспечение техническими средствами реабилитации по сути это такая информационная карта, которая помогает родителям лучше ориентироваться в том, чем государство может помочь деткам с ограниченными возможностями здоровья. Фонд социального страхования в начале каждого года будет проводить информационную работу с этой категорией семей и уведомлять о том, право на какие технические средства реабилитации наступает у ребеночка. Потому что, напомню, что обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов и протезно-ортопедическими изделиями носит заявительный характер. Чтобы что-то получить, то, что положено, исходя из рекомендаций индивидуальных программ реабилитации инвалидов, необходимо обратиться с заявлением соответствующим в региональное отделение фонда. И только после этого будет возможное обеспечение. Поэтому, как я уже сказала, каждая семья будет уведомляться заранее о том, что им будет положено в текущем году. И способ информирования родители выберут сами, как им будет удобнее получать от нас эту информацию. Это может быть электронная почта, смс-сообщения, письменные уведомления. И после этого начинается уже наша работа по реализации обеспечения детей инвалидов. То есть мы составляем календарный план. И под этот календарный план формируются концепции заключения государственных контрактов, формируется потребность. Мы уже будем знать, сколько точно нам потребуется тех или иных изделий. И это, естественно, будет повышать качество нашего планирования, естественно, будет способствовать более экономному расходованию средств. В общем-то, вот этот проект будет полезен и как родителям детей инвалидов, так и в форме социального страхования. Насколько мне известно, сейчас достаточно хорошо реализуются инновационные технологии. Расскажите о них. Нами уделяется большое внимание внедрению, так скажем, всех имеющихся инновационных каких-то технологий, вот в частности, допустим, в протезировании, в обеспечении инвалидов протезно-ортопедическими изделиями. Наука шагнула настолько далеко вперед, что сейчас мы уже говорим о таких механизмах, которые стоят на стыке медицины и робототехники. То есть существуют уже такие протезы высокотехнологичные, которые помогают человеку полностью заменить обсутствующую конечность. Такие протезы разрабатываются отечественными производителями на базе наукограда Сколково. Существует ряд организаций, которые производят уже самостоятельно эти протезы. Они отличаются тем, что действуют на основе импульсов, которые сохранились в утраченной конечности. И человек может не задумываться даже о том, что у него искусственная рука, например, или нога. То есть он просто думает о том, что ему нужно взять стакан. И протез это делает за него. Расскажите, каков срок службы таких протезов? Сроки пользования высокотехнологичными протезами по действующему классификатору составляют два года. Но в этом году несколько изменились правила, при которых выдается новое техническое средство такого высокотехнологичного характера. То есть прежде чем мы выдаем следующее техническое средство, проходит медико-техническая экспертиза, в ходе которой комиссия, состоящая из специалистов, сертифицированных специалистов-представителей Бюро медико-социальной экспертизы наших представителей, оценивает предъявленное инвалидом техническое средство на предмет того, насколько оно изношено и может ли оно еще какое-то время послужить. Если комиссия приходит к выводу, что техническое средство реабилитации, высокотехнологичный протез, уже необходимо заменить в силу его изношенности или каких-то дефектов, то человеку изготавливаются новые устройства. Если протез еще может послужить, то комиссии определяются сроки еще дальнейшего пользования этим протезом. А насколько эстетичны эти протезы? Эти протезы не только эстетичны внешне, они еще могут быть и креативными, потому что молодые люди, вот к примеру, могут просить производителя, и производитель охотно идет на это, украшать эти протезы стразами, татуировками, специальными насадками для использования гаджетов. То есть эти протезы, это уже как произведение искусства, можно сказать. Также в эти протезы вживляются определенные чипы, которые в случае какой-то экстренной ситуации могут самостоятельно вызвать скорую помощь, например, или подавать сигнал какой-то инвалиду о необходимости принять лекарства. Ну, уникальные, конечно, изделия, высокотехнологичные, и радует то, что это производится, так скажем, в России. Спасибо. И на сегодня это все. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин